Не стоит отчаиваться, когда на упорную мольбу дуа долго нет ответа. Это явление очень распространённое. Человек делает дуа и проявляет настойчивость, затем ждёт ответа на свою мольбу, проходят дни, а возможно и недели, а дуа всё остаётся без ответа. И он говорит, я обращался к Аллаху с мольбой, а он мне не ответил. И впадает в отчаяние. Такой подход является ошибочным, даже опасным. И Ибн Атаулла предупреждает об этом. Он говорит, не стоит отчаиваться, когда на упорную мольбу дуа долго нет ответа, после чего называет причину. Объясним эти слова. Во-первых, прежде всего, ты должен знать, что такое дуа. Ибо часто бывает так, что я обращаюсь с просьбой, путая эту просьбу с дуа, на которую Аллах обещал давать ответ. Чтобы просьба могла называться дуа, чтобы она могла называться мольбой, нужно выполнить два ключевых условия. Первое условие — бдительность сердца и бдительность чувств и устремление сердца к тому, к кому обращаются, то есть к Аллаху, делая это с чувством покорности. Это ощущение является основным условием для того, чтобы эта просьба, с которой я обращаюсь к Аллаху, могла называться мольбой дуа. Поэтому, если моё сердце не присутствует, и в моих словах нет смиренности, да и сам я где-то летаю в облаках, и я машинально поднял руки, зная на память некоторые молитвенные формулы, проговорил их вот так, как ребёнок, зазубривший урок. Такое действие не называется дуа, не называется мольбой. Поэтому не жди, что Аллах тебе ответит, потому что это не дуа. Представь, что я заучил молитвенные формулы, поднял руки и стал проговаривать эти формулы одну за другой, обращаясь с ними к Аллаху. Но голова моя занята другим, занята каким-то мирским вопросом. Сердце моё не ощущает того, что проговаривает язык, в нём нету никакой смиренности. Но я заучил слова и проговариваю их. Разве то, что я делаю в данной ситуации, называется дуа? Разве это действие можно назвать мольбой? Нет, это не дуа. Абсолютно. Оставь пока ситуацию, когда раб обращается к Господу. Когда человек приходит к отцу или президенту, или к какому-то высокопоставленному лицу, чтобы что-то у него попросить, он пришёл, но его голова занята другими вещами. Разум занят другим. И сердце его не расположено к этому человеку, к которому он обращается. Как я вам только что сказал, как ребёнок, который зазубрил урок и пересказывает его своему отцу. А президент смотрит на него и видит по его бегающим глазам, что головой он не здесь, что его сердце озабочено другими вещами, что он поглощён другими проблемами. И только лишь язык его говорит. Разве президент, ответственное лицо, прислушается к его просьбе? Он оставит её без внимания, потому что этот человек ничего не попросил. Если бы он просил, то его просьба исходила бы из сердца, из его чувств. В каком случае этот президент или отец, или высокопоставленное лицо может ответить на просьбу, когда увидит, что чувства этого человека опережают его язык? Когда приниженность этого человека, его боль, которыми пропитаны его слова, опережают его язык? Вот что производит впечатление. Когда же я вижу, как мой сын приходит ко мне и говорит, что ему для школы нужно то-то и то-то, и то-то, а сам он при этом поглядывает на ребят, которые играют на улице? Голова у него занята едой, которую он видит перед собой. Я не могу ответить на его просьбу, потому что он проявляет неуважение, плюс он ни о чем и не попросил. Не так ли? А теперь вернись к ситуации с рабом и Господом. Я поднимаю руки, чтобы прочитать дуа, которому я научился у шейхов, например. Говорю, Аллахумма, и пошел, 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 читаю, читаю, и потом, Аль-Хамду лилляхи Раббил Алямин, а разум мой в этот момент поглощен делами, заботами, мирской жизнью, мыслями о торговле, о том, какие действия я предприму, чтобы получить прибыль и так далее. Кто сказал, что это дуа? Это не дуа. Поэтому не говори, что я делал дуа, но не получил ответа, потому что это не дуа. Это первое условие. Второе условие — это покаяться в грехах, которые есть между тобой и Аллахом. Это второе условие для того, чтобы твоя просьба считалась мольбой, дуа. Вот представьте, братья, снова отложим ситуацию с рабом и господом. Человек. У него есть некая проблема, которую может решить президент или другое лицо, обладающее влиянием в государстве. Но отношения между этим простым человеком и тем, который обладает влиянием, натянутые. Между ними имеется конфликт. Когда-то он причинил ему зло. Что он должен сделать, прежде чем пойти к нему со своей проблемой? Что он сначала должен сделать? Он должен исправить ситуацию, помириться. Вначале пойти к этому человеку и сказать, «Когда-то я плохо поступил по отношению к тебе. Сделал то, сказал это. По правде сказать, я виноват. Сожалею о содеянном, и вот пришел принести свои извинения». «Прошу у тебя прощения. Не держи на меня зла. На самом деле случилось то-то и то-то». То есть скажет ему слова, которые изменят отношение этого человека к нему, к лучшему. После этого он вернется домой. Он не будет сразу обращаться к нему со своей проблемой. Вернется домой, а затем через несколько дней, когда отношения уладятся, ситуация устаканится, он уже пойдет к нему со своей проблемой. Не так ли? Такую процедуру соблюдают люди между собой. А что же тогда говорить, если человек натворил грехов по отношению к Аллаху, не слушался его, он повелел, а тот ослушался, не подчинился, запретил, а тот не прекратил совершать запретное. И вот у него случается какая-то проблема, и он такой, «Сделаю-ка я дуа». Аллах ответит, «Как, по-твоему, Аллах может тебе ответить? И вообще, как твои слова могут называться мольбой?» Дуа. Если ты не уладил свои отношения с Аллахом, стучишься в его дверь, а твоя спина гнется под тяжестью грехов, наоборот, тебе должно быть стыдно стоять перед Аллахом в таком виде. Что тебе нужно сделать? Я должен в первую очередь совершить таубу, я должен покаяться, в точности, как тот человек. Начинаешь с покаяния. «Господи, я раскаиваюсь, Господи, я признаю, что согрешил, Господи, я больше не вернусь к этому, прими же мою таубу, о всемилостивый!» Я пришел к тебе с покаянием, прими же его, и не закрывай передо мной свою дверь. Создатель принимает таубу, принимает покаяние от всех своих рабов, но при условии, что оно было искренним, и что человек принял твердое решение не возвращаться к этому греху. Аллах принял твое покаяние, и теперь, когда отношения наладились, и между тобой и Аллахом не осталось больше неприятных моментов, начинаешь делать дуа. Это второе условие. Если отсутствует первое условие, твоя просьба не считается мольбой. Аналогично, если отсутствует второе условие, твоя просьба также не считается мольбой. Мы должны хорошо это знать. Многие люди, братья, обращаются к Аллаху с просьбами, но вот посмотришь на них, и вспоминается арабская пословица. «Человек с проблемой к необдуманности склонен. Все, чего он хочет, решить проблему». Очень точная пословица. То есть, человек, у которого есть какая-то насущная проблема, забывает о своих упущениях, забывает о своем поведении. Все, что у него на уме, его проблема. И он сразу начинает настойчиво просить Аллаха. Просит у Всевышнего, забыв при этом, что вчера он ослушался его, что вчера он совершал перед Аллахом грехи, присвоил себе чужое имущество, украл и так далее. Почему же ты в первую очередь не начнешь с себя? Потому что человек с проблемой склонен к необдуманности. Под необдуманностью подразумевается торопливость. Он думает только о своей проблеме и не думает о своих упущениях. Он поглощен своей проблемой. Думает только о том, чего он хочет. Сколько раз было такое, когда ко мне домой приходили люди ночью, в такое время, когда обычно в гости не ходят. Человек мне говорит, дайте мне, пожалуйста, какую-то молитвенную формулу, на которую обязательно дается ответ. Есть такие дуа, которые не остаются без ответа. Какое дуа мне прочитать, чтобы Аллах ответил? И бегом достает ручку с бумагой, чтобы записывать. Я смотрю на него. Ему бы следовало сначала спросить меня, как сделать покаяние, чтобы Аллах ответил на дуа. Я сделал то-то и то-то и то-то. Если я в этом случае сделаю дуа, Аллах ответит на него? Нет. Почему? Потому что он поглощен своей проблемой. Ни о чем другом не думает. Я спрашиваю его, о чем ты хочешь попросить Аллаха? Он говорит, у меня есть магазин, я давно выставил его на продажу, но никто его не покупает, а я хочу его продать. Как мне сделать дуа, чтобы Аллах ответил на него? В ходе разговора выяснилось, что он небрежно относится к обязанностям перед Аллахом, не соблюдает права Аллаха, не выплачивает закят. Как я и сказал, человек с проблемой склонен к необдуманности. Все, что хочет он, решить проблему. Необдуманность по отношению к человеку допустима, но по отношению к Аллаху является ошибкой. Поэтому, чтобы твоя просьба считалась мольбой, дуа, необходимо соблюдение двух условий. В противном случае не будет никакой пользы.